Вот так выглядел Енисейск 120 лет назад. Интерактивную экспозицию подготовили красноярские архитекторы. Совершить виртуальное путешествие смогут все посетители Красноярского экономического форума. Что интересно, можно отправиться не только в прошлое, но и в будущее. Эта площадка впечатляет. 9 метров в диаметре и 3 метра в высоту. Экспозиция создает эффект реального присутствия в Енисейске. Продюсер проекта Антон Шаталов рассказывает, его команда из 25 человек работала два месяца практически без отдыха и сна, чтобы создать эту колоссальную экспозицию. Гости смогут познакомиться с интересными археологическими находками. Там откопали огромное количество утраченных объектов. Например, часовня старца Даниила была выявлена археологами. Даже мощи старца Даниила были найдены. Енисейск я всем рекомендую для посещения. Он, конечно, сейчас весь на реставрации, на реконструкции. Но я думаю, что к 2019 году это будет действительно интересный исторический город, который будет достоин для того, чтобы его посещали туристы не только из России, но и из-за рубежа. Енисейск – один из старейших городов в нашем крае. Там сохранилась уникальная архитектура – образцы русского классического зодчества 18-19 веков. В рамках подготовки к 400-летию в Енисейске ведутся масштабные реставрационные работы. Пока его посещают более 60 тысяч человек ежегодно. В Министерстве культуры намерены увеличить этот поток как минимум втрое. Ведь в старинном городе есть на что посмотреть. Есть объекты интересные. Это и исторический город Енисейска, включающий старинную архитектуру, и храмы, и монастыри. Это и Енисейский краеведческий музей – интереснейший объект для культурно-познавательного туризма. Это и два частных музея, что нечасто встречается. Это музей Рубанка и фотоизба. Только в прошлом году на реставрационные работы направили более 900 миллионов рублей. Из них почти 438 миллионов из краевого бюджета. Получает программа подготовки к празднованию 400-летия города и поддержку федерального центра. Во многом благодаря Красноярскому экономическому форуму. В 2013 году обращение краевых властей о выделении субсидий было передано председателю правительства Дмитрию Медведеву. Решение было положительным. Всего за время действия программы в Енисейске планируется отреставрировать 22 объекта культурного наследия и провести археологические работы. А также обустроить в центре города ливневую канализацию, отремонтировать и построить дороги. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости.